Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Можно ли слушать богослужения или другие молитвы во время работы? И как молиться, если ты почти всегда находишься на людях, или, например, в поезде, в транспорте? Молитва бывает устная, бывает умная, бывает сердечная, бывает формальная Молитвой называют вычитывание каких-то канонов, правил А в этом вычитывании молитвы это может вовсе не быть, замечается Тельфеофан Затворник Молитва – это обращение ума и сердца к Богу Поэтому, не имея иногда возможности вычитывать какие-то последования формальные Чувствуя себя обязанным, но не имеющими возможности Человек переживает, а зря переживает, потому что дело не в объеме, а в качестве молитвы И только в качестве Советует Тельфеофан Затворник время молитвы наметить и исполнить Не стремясь к определенному количеству или объему вычитанного А наполнить то выделенное для молитвы время максимально внимательным и сокрушенным к Богу обращением Для этого не необходимы различные наши гимнографические фолианты Для этого не необходимо вертикальное стояние перед иконами и поклоны Для этого достаточно иметь сознание, живое сердце и внутреннее обращение к источнику всех благ Мешают ли здесь стук колес? Ничуть Образ поезда, в котором российский человек должен непременно есть курицу холодную, яйца шелушить Допивать что-то еще из стакана в подстаканнике и вести вагонные споры Последнее дело, тогда как именно дорога более всего располагает не столько к песням ямщика, сколько к сердечной молитве И это наилучшее времяпровождение в дороге, это наполнять собой может и митрополитен московский, и пути дальнего следования Где ты еще помолишься так в сласть, как в дороге, где узок круг тех, с кем ты непосредственно пересекаешься и никто тебе не досаждает пустыми разговорами или внешними заботами, обязательствами Самое время заведя себе маленькие дорожные чёточки, не привлекая к себе общего внимания, перебирая узелок за узелком Краткая молитва, которую выучит легко Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного Или различные производные от нее Или призывание Пресвятой Богородицы, кратенькое, часто повторяемое, сделать своим дорожным посохом И это и есть лучшая нить Ариадны, которая поможет выйти из лабиринта Минотавра и из всяких тупиков внутренней рефлексии своей мысленной И из всяких земных печалей Вот это внимательное молитвенное расположение, в которое в дороге как раз очень удобно и прийти Если человек имеет возможность в наушниках или, находясь дома, слушать молитвы, которые исполняются в записанном виде, трансляции из храма То, конечно же, это для души врачевательно, для души радостно и утешительно Цель достигается, если вы с вниманием внимаете тому, что происходит И к тенье, возглашаемый диаконом, миром Господу, помолимся, Господи помилуй, поется И вы внутри себя чувствуете отзыв о свышнем мире, о спасении душ наших И вы внимаете, и вы сердечно повторяете, и вы обращаетесь к Богу с теми словами, к которым призывает вас диакон в записи Другое дело, что наступает время чтения Евангелия или евхаристический канон И вы понимаете, что в это время как раз лезть с тряпкой под диван, с мокрой, чтобы пыли и там не осталось Ну, как-то несоответственно, суетно, что ли Ну, наверное, уж прямая трансляция божественной литургии на определенных этапах Наверное, все-таки требует от человека, ну, какой-то большей степенности Потому что находиться в диссонансе с, например, божественной литургией, которая включена, которая звучит у вас По своей внешней занятости, как-то странно Поэтому я думаю, что именно литургические песнопения или сама трансляция литургии Хорошо, если сопровождается каким-то стоянием перед своим молитвой В своем молитвенном иконном уголке Ну, или хотя бы каким-то, ну, таким, относительно освобожденным от посторонних дел Внешним вниманием на кресле, на стуле, где вы сидите Трудно представить себе человека или монаха, развалившегося в шезлонге где-нибудь на балконе Когда примите и едите, сие есть тело мое, пейте от нее всись, и есть кровь моя Возглашается священником из алтаря Откуда у вас такая вот прямая поставка звуков и сообщения о происходящем Так что какие-то священнейшие мгновения нашего богослужения Вы правы, что хорошо бы на них ответить Каким-то и собственным, относительно организованным, благоговейным предстоянием Но различные собранные песнопения, какие-то молитвенные трансляции Которые все-таки не относятся непосредственно к совершению Божественной Литургии Вполне могут сопровождать с целью вот этого самого молитвенного сочувствия нашего сердечного и наши земные домашние дела Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok